Среди писем, которые приходят к нам на компьютер, есть один вопрос, из тех, что я успел почитать, и прочитал ещё немного, о воскресном дне. Там в этом же письме есть вопрос об НЛО, но это не сразу, не сегодня. А вот воскресный день и субботний, вот это мы разберём, что одна из заповедей говорит, что мы чтили день субботний, это заповеди, это словие, которое на скрижалях было написано Господом, «Чтить день субботний и шесть дней делать дела свои, а седьмой день суббота Господу Богу Твоему». Как сочетается понимание почитания субботы с днём воскресным и почитанием его? Во-первых, я бы хотел вам напомнить, братья и сестры, что суббота – это седьмой день недели. Седьмой день недели, который у нас сохраняется как седьмой, потому что отдыхаем мы в первый день недели, воскресный день, или, если угодно, то в восьмой. То есть он восьмой, он же и первый. В этом есть своя богословская прелесть, своя красота, свои библейские основания. Так вот, у евреев все дни недели назывались просто номерами, как сегодня у грузин. У них суббота, потом первый день, второй день, третий день и так далее до пятницы. Потом евреи России, они называли пятницу Параскиви, дали ей отдельное имя, как день приготовления к субботе. И мы с вами, православные христиане, субботу чтим. Мы чтим субботу, потому что Бог сказал её чтить. Только мы чтим её не так, как чтили её евреи, подчёркнутым неделанием никакой работы. Нет, от этого нас Господь Иисус Христос освободил. От рабства закону и от страха сделать лишний шаг в субботний день Господь нас освободил. Но субботу мы чтим, каким образом? Мы знаем смысл этого дня, вспоминаем об этом дне. И с субботним днём, с почитанием её связана главная мысль и идея – «Мир сотворён Богом, и мир Богом благословлён». Вот что значит почитать субботу. Господь Бог творил мир в шесть дней, в седьмой день Он почил от дел своих и благословил. И семь означает, что всё есть и есть благословение. Шесть означает, что есть всё, но благословения нету, кстати. А когда шесть-шесть-шесть стоят дружушки рядом, то это значит, что мы трижды отрекаемся от благословения. То есть дайте мне всё, дайте мне всё, дайте мне всё, но без благословения, без благословения, без благословения. Вот тебе шесть-шесть-шесть – одно из толкований этого символического числа, которое будет на дьявола указывать. Так вот, семь – суббота. Это значит, что весь мир сотворён Богом для человека. Сотворён, украшен и благословлён. И всё, что в мире есть, это хорошо весьма, кроме греха и смерти, которые Бог не творил, которые появились впоследствии по причине преступления. Почитать субботу – это значит помнить о Господе Творце мира. Это значит находить время для того, чтобы почитать Писание, чтобы успокоиться от дел своих, для того, чтобы суету тесняющую человека со всех сторон как бы раздвинуть, расчистить чистое место для себя и дать себе место покоя, упокоиться душой и мыслями, потому что мы только лишь стремимся к оному, будущему, блаженному покою. Мы ведь не субботствуем, мы не находимся в покое. Там потом будет покой, когда пропоют со святыми у покоя, как Амросий Оптинский одной монахиней говорил. Как пропоют нами с тобой мать со святыми у покоя, тогда, может быть, уже будем покой иметь. А пока что мы в трудах и тревогах и в путешествиях. Так вот, почитание субботнего дня означает сугубые молитвы. Священник должен служить в субботу, и храмы должны быть в субботу всегда со службой. То есть храм без службы в субботу быть не должен. Не только в воскресенье, но обязательно и в субботу. Потому что это святой день. А вот воскресенье славой своей перекрыло субботу. Конечно же, до воскресения Христова воскресенье, собственно, и не называлось так, а было просто первый день недели. Но когда Господь воскрес за утро, в первый день недели, в первый день по субботе, и когда явился ученикам своим, и когда был виден мироносицами, и когда 40 дней после этого являлся ученикам в различных местах и праздных ситуациях, беседуя с ним и говоря им о Царстве Небесном, когда он появлялся к ним опять-таки в воскресные дни уже, в первые дни по субботе, и к Фоме специально явился он спустя седмицу, то есть в первый день недели, и день Пятидесятниц наступил, тоже, значит, воскресный, собственно, этот же день. Тогда его стали называть Днём Господним, и поскольку в этот день Господь искупил нас от грехов наших и прославил человеческое естество воскресением своим, то слава воскресного дня затмила собой славу дня субботнего. Суббота осталась праздником, суббота осталась святым днём, но суббота по-прежнему напоминает нам, что мир хорош, мир сотворён Богом, мир Богом благословлён. В этом мире нужно жить человеку по законам того, кто мир создал. А воскресение говорит нам о большей любви, о том, что согрешившего человека Бог спасает воплощением, смертью и воскресением своего Сына, воплотившегося на земле, зовут Его Иисус Христос, Единородный Сын Божий. Воскресение – день любви, любви Божией к роду человеческому, суббота – день памяти человека о сотворении мира. Что больше, сотворить или искупить? Искупить больше. Вообще, перестраивать тяжелее, чем строить заново. Перестраивать, перешивать, перелатывать, перепекать, переваривать – это всегда труд неблагодарный и малоуспешный. Господу Богу, поскольку Ему нет ничего нетрудного, было бы легче заниматься падшим человечеством, стереть его с лица земли и создать новый народ, нового Адама и так далее. Так было, например, с народом еврейским. Когда Господь сильно пламенел гневом на них в пустыне, то Он говорил, что Он сотрет их с лица земли и всех уничтожит. Тогда и Моисей, и Аарон неоднократно падали перед Богом на колени или, зажигая курильницу, ходили между мертвыми и живыми, когда поражение входило в стан израильтян, умоляя Бога пощадить народ. Они поступали по любви, и в высшей степени любовь была любовью Христовой, когда Христос по любви пришел к нам спасти нас. Не уничтожать, не забывать, не допускать нас за то, чтобы мы погибли, исчезли, пропали и не было нас, а спасти нас и восстановить, и восставить, и увековечить, и сделать нас живыми вовеки. Господь это сделал. И в воскресенье мы почитаем Божью любовь. Спасти – это значит любить больше, нежели когда сотворить. Что творишь – это одно, а когда ты сам проливаешь кровь за того, кого ты создал, это, конечно же, неизмеримо больше. Посему воскресный день или первый день недели, который, по счастью, в наших славянских языках называется воскресением. У сербов – ускрес, у русских – воскресение. В украинском языке слово – недиля. Более этимологически подходит под слово «суббота». То есть еврейский шаббат – это украинская недиля. То есть не делать, не работать, упокоиться. А именно воскресение, воскресение – догматическое имя этого дня. То есть в этот день мы почитаем воскресшего из мёртвых. Это драгоценность. Это вам не немецкий зонтаг или английский сандей. Вы понимаете, это не день солнца. Это день воскресшего Христа. Это день восстания из мёртвых Господа Иисуса. Поэтому сей день больше субботы и требует больше любви у человека, большего почитания, большей молитвы. Если в субботу молиться нужно много, но молиться как можно? В субботу у нас почитание Божьей Матери, молитва за усопших, почитание всех святых, чтение псалмов, чтение других молитв. Это суббота. Покой от разных дел. То воскресение – это литургия, это пение и празднование, это колокольный звон, это торжество, это божественная трапеза, это заколотый телёнок, это телец упитанный, это евхаристическая трапеза, причастие. Вот что такое воскресение. Суббота и воскресение очень нужны друг другу. Это луна и солнце. Это два дня, без которых нельзя обойтись в литургическом круге этой недели, в малом литургическом круге. Поэтому я хотел бы, чтобы мы чтили с вами и субботу, и воскресение. Но за каждым днём привязывали свою мысль. Суббота – день, напоминающий о том, что у мира есть Творец, что мир хорош, и мир Богом благословлён. Вот почитание субботы. Воскресение – это день, когда Господь искупил нас от грехов наших, воскрес из мёртвых для оправдания нашего. Это день Божьей любви к роду человеческому. Вот смысл воскресения. Из этих двух дней, собственно, можно потихонечку за время жизни сшить себе брачную одежду для встречи с Господом Иисусом. Это мы с вами отвечали на один из вопросов, который я прочёл по почте из ваших писем. На другие, с другие времена будем стараться на другие вопросы также отвечать по мере сил. Пишите нам на тот адрес, который вы видите на экране внизу. И до скорой встречи, до будущих передач. Будьте Богом хранимы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»